Туркменский агаран – элитная и красивая порода бойных голубей и происхождение породы. Хотя порода называется туркменской, в Туркменистан бойные голуби агаран попали в 1500-м годах вместе с иранскими и афганскими кочевниками. Собственно, первые упоминания о голубях этой породы появились в летописях примерно в это же время. А вот в России и странах бывшего СНГ они попали только в 1900-м годах. В 50-х годах прошлого века московские селекционеры были покорены внешним видом и особенностями передвижения голубей агаран, в результате чего началась масштабная селекционная работа по их разведению. В процессе селекции бойные агарана совершенствовались. Изначально туркменские голуби были выведены от предков древней разновидности туркменских пернатых. На сегодняшний день представители этой породы считаются национальным достоянием страны. Чаще всего бойные голуби встречаются в России, в частности, Сибири, а также Азии и некоторых странах Европы. Дословно агарань переводится как «сливки молока верблюда», что пошло от их окраса. Как можно увидеть на видео, бойными агараны стали называться в результате того, что при полете они совершают пугарки, что доступно далеко не всем пернатым. Внешний вид Порода считается элитной не просто так. В первую очередь она отличается от других разновидностей по своему оригинальному внешнему виду. Агаранов можно выявить по небольшому телосложению, сероватому оттенку оперения, Небольшой округлой черепной коробки, а на голове чистокровных голубей вы увидите красивый и роскошный чубчик. Большим и выразительным глазам, которые могут иметь серый, оранжевый или оттенок с желтизной. Утонченным светлым веком Клюв агаранов находится перпендикулярной лбу, примечательно, что клюв является достаточно коротким и сомкнутым, как правило, он имеет светлый окрас. Шея у голубей породы туркменской агарань не особо длинная, при этом она четко поставлена. Спинка изящная, плавно переходит в хвостик. Что касается крылышек, то они достаточно длинные как для голубя, примечательно, что они пересекаются в районе хвостика. Щитки у этих пернатых могут быть либо светло-желтыми, либо белыми. Также примечательно, что у таких птиц вовсе отсутствуют поясы. Оперение у птиц не длинное, за исключением крыльев, но достаточно плотное и густое, а на лапах еще более плотное, также на них расположены шпоры. Хвост у них более, чем крупный, может насчитывать не менее 12 перьев. Характеристики и особенности полета. Бойные голубя-гарань характеризуются определенными возможностями, которые приведены ниже. В первую очередь это превосходные летные способности, характерные только для этой разновидности, возможностью хорошо высиживать, а также выкармливать свое потомство. Кроме того, представители этой разновидности, как показывает практика, не особо требовательны в содержании и уходе. То же самое касается и кормления. Они абсолютно непривередливы в этом вопросе. Что касается недостатков, которые как и у любых других пород, имеются и у агаранов. При постоянном нахождении в вольере птица может чувствовать себя плохо и даже болеть, поскольку она вовсе не приспособлена к этому. Часто случается и такое, что кувыркаясь в воздухе, пернатые теряют равновесие и силу, в результате чего могут упасть на землю и разбиться. Также следует отметить, что представители этой породы не считаются плодовитыми из-за особенностей строения организма и других природных особенностей. На практике пара пернатых, имея хорошее здоровье, за один сезон может произвести и вырасти не более трех птиц. Соответственно, этим и объясняется малочисленность их популяции. Теперь поговорим об особенностях полета. Когда голубь находится в воздухе, он зависает в вертикальном положении, после чего начинает вращаться вокруг своей оси. В целом полет агарана длится не особо долго, около четырех часов. Но за это время вы по праву сможете оценить грациозность полета этих птиц. Однако, это характерно не для всех пернатых, некоторые из них в состоянии проводить в воздухе до 13 часов, при этом не прекращая переворачиваться в воздухе. Согласно отзывам опытных заводчиков, голубей этой разновидности нельзя долго держать в заперти. В противном случае, если птицы отвыкают от полетов, они не могут взлетать высоко. По этим же причинам они теряют равновесие при своих кувырках, в результате чего получают травмы и часто погибают. Это все нужно учесть при разведении, если вы не хотите, чтобы ваши голубки погибли.